Всю суровость якутской зимы на себя ощущает семья, проживающая в одной из квартир в доме 138 по улице Лермонтова в Якутске. Температура за окном достигает отметки в 40 градусов мороза, а в жилом помещении нет отопления. Это при том, что в квартире проживает ребенок-инвалид. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Чтобы хоть как-то согреть дом, женщина вынуждена включать газ, а вечерами пушку. Дом осенью и весной периодически топит. Из-за этого в доме постоянная сырость. Мальчик с ДЦП и с проблемами легких вынужден дышать запахом канализации и жить в таких условиях. Провать у нас специализированный нету, ни матрасов, ничего. Коляску мы первую приобретали сами, мне получается. Подруга помогла, купила. Спасибо ей огромное. Мальчик в последнее время ни разу не проходил реабилитацию. Для того, чтобы хоть куда-то отправить лечиться, нужно собрать документы. А сделать это Елене не удается, так как ей не с кем оставить ребенка. Для полтора месяца я купила памперсов ребенку на 14 тысяч, отдала все справки. Мне всего выдали, получается там, 1238, по-моему, рублей. И то через два месяца. Потому что в этих памперсах ходить на мне возможно. Это памперсы для девочки, а у меня мальчик. Чтобы помочь нашей героине, мы обратились в управу Сайсарского округа и в фонд социального страхования. В ходе подготовки материала управа приняла меры. Управа Сайсарского округа выехала по адресу Лермонтова, 138, квартира 5, Никитин, да. В составе комиссии Христина Николаевна, заместитель по общим вопросам, и заместитель по ЖКХ Любовь Михайловна Шашмарева. Мы сейчас вот проверили, да, трубы действительно в комнате, батареи холодные. И сейчас мы обязали Юнион найти этот кран самим и поставить в срочном порядке. Они сделают здесь, да. И у девушки мы сейчас берем заявление на материальную помощь. И потом она соберет документы и отнесет нам. А мы в свою очередь передадим это управление соцзащитой города Якутска. А вот что сообщили на наш запрос специалисты соцстрахования. Согласно заявлению и по рекомендациям индивидуальной программы реабилитации, ребенок был обеспечен подгузниками. При этом данные подгузники не маркируются как исключительно предназначенные для мальчиков, либо девочек. Они являются универсальными. Соответственно, мальчик был обеспечен данными универсальными подгузниками в том количестве, в котором было указано в заявлении. И согласно индивидуальной программе реабилитации. Надеемся, что Елене действительно помогут. Ее жизнь станет намного легче.